В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляева. Сегодня у нас в гостях Юлия Стругова, генеральный директор Центра современной медицины имени профессора Швальба. Здравствуйте! Здравствуйте! Юлия, я знаю, что Ваш центр работает в Рязани более 10 лет. Расскажите, чем отличается он от других платных клиник? Основное отличие нашего медцентра в том, что он имеет операционную собственную. Камимо амбулаторного приёма мы можем ещё проводить мини-инвазивные операции. А какие специалисты у Вас ведут приём? В основном у нас ведут приём сосудистые хирурги, терапевты, ультразвуковая диагностика. Но спектр специалистов у нас полный по лицензированию. То есть мы можем вести приём любых врачей, начиная от терапевтов, заканчивая ревматологами. Единственное, что мы не принимаем детей. А бесплатно можно к Вам прийти и полечиться? Да, мы практикуем такие акции. У нас врачи принимают бесплатно. То есть консультативные приёмы сосудистых хирургов, уролога, терапевта. По выходным дням, но это надо следить на сайте, мы проводим бесплатно. А вообще, вот Вам зачем это нужно? Вы понимаете, мы уже 10 лет на рынке медицинских услуг можем себе позволить такие благотворительные акции. То есть кто-то помогает деньгами детским домам, кто-то там ещё куда-то. Мы занимаемся и тем, и тем. Но когда людям нужна помощь, и они не могут обратиться в поликлинику по каким-либо причинам, мы всегда идём навстречу. То есть качество медицинских услуг у нас в приоритете. Поэтому мы проводим бесплатные консультации для людей, которым тяжело дойти до поликлиники или просто которым нет времени, допустим, сходить в поликлинику. У нас приёмы бесплатные. Какие обследования Вы проводите? Мы проводим очень много обследований, начиная от ультразвуковой диагностики, заканчивая небольшими физиотерапевтическими процедурами по показаниям. То есть все процедуры, которые нужны по показаниям, у нас проводятся. А что касается анализов, Вы их делаете сами или всё-таки куда-то отправляете? Я знаю, что многие центры так делают. Нет, у нас нет собственной лаборатории. То есть это немножко... Ну, нам это не нужно. Мы отправляем анализы в лабораторию в Москву. То есть у нас каждый день приезжает курьер, и мы делаем анализы. Но это качественное... Это качественное. Это проверенное уже и временем, и опытом, и лабораторией. То есть это всё. А вот пациент, который к Вам обратился с тем или иным заболеванием, ему нужно обращаться после лечения у Вас в государственное медучреждение? Или у Вас полный цикл, и Вы в том числе даёте больничные листы? Мы даём больничные листы, и пациенту, в принципе, смотря какое заболевание, можно и не обращаться в государственное учреждение. Единственное, что у нас нету, это рентгенотомографа. То есть если пациенту нужны какие-то снимки рентген или компьютерная томография, или МРТ, ну вот здесь они должны обратиться куда-то в другую, ну, скорее всего, частную. Если пациенту нужна какая-то длительная реабилитация после лечения, как Вы им помогаете? У нас есть методы реабилитации пациентов и своих, и не своих в медицинском центре. Ещё у нас такая услуга, ну, эксклюзивная для медицинских центров. У нас партнёрами являются очень много санаториев Кавказских минеральных вод, Сочи, Анапы, Крыма. То есть у нас специальные прайсы для нас и для наших пациентов. То есть если пациенту требуется реабилитация не в наших, допустим, условиях, а уже более длительное с лечением и со всеми остальными делами, то мы можем отправить пациента целенаправленно к доктору в определённое место с определёнными условиями в санатории на реабилитацию. То есть у нас и такие виды услуг есть. То есть это обговаривается, когда человек приходит к врачу и... Ну, конечно, у нас просто за столько лет очень много партнёров вообще, в принципе, и в медицинских центрах, и в больницах, и в роддомах. И, ну, то есть, в принципе, любую помощь пациенту, которая ему требуется по показаниям, мы можем оказать, если не на своей базе, то обязательно у нас есть партнёры, которые могут помочь. Или приехать на консультацию в Рязань, если это требуются, какие-то врачи, которых нет в Рязани. Или мы можем отправить в любой город, кто наши партнёры, то есть с договорённостью с пациентом. А в госучреждениях, как правило, нужно заплатить и деньги, и оставить немалые очереди для того, чтобы получить справку. Допустим, для поступления в институт или для того, чтобы сдать на права. А вот вы делаете такие справки? Мы делаем все виды справок. У нас есть тоже на это лицензия. Единственное, что государство поставило такое ограничение. Раньше мы это тоже делали, и у нас есть и психиатрия, и наркология. Но чтобы получить водительскую справку или любую другую справку, где требуется справка от психиатра и нарколога, пациенты должны получить её в государственном учреждении. К нам прийти только с этими справками. Мы делаем ксерокопию, все остальные врачи смотрят у нас, мы выписываем справку, человек идёт, куда ему надо сдавать на права в институт. Вот это единственное условие. Всё остальное мы делаем. Сколько времени занимает это? 15 минут. Ну сколько врач посмотрит. Некоторые, знаете, приходят только за справкой, а некоторые, может, приходят на полноценный приём. То есть у нас приёмы где-то приблизительно 30 минут. Вот мы не ограничены во времени, и качественный приём оказать пациенту можно в течение 30 минут. Если это только для выдачи справок, у вас нету никаких проблем, доктор гораздо быстрее это смотрит. И 15 минут никаких проблем. Какое основное направление работы центра? Основное направление всё-таки выбрана сосудистая хирургия и всё, что с ней связано. То есть все специалисты, которые нужны сосудистым хирургам, начиная терапевт, кардиолог, ультразвуковая диагностика, анализы, операции и всё остальное, это всё мы делаем. Но амбулаторный приём у нас тоже полный. То есть и терапевты, и гинекологи, и урологи, у нас все принимают, и ревматологи. То есть очень много специальностей. Но основное направление – целевая аудитория нашей всё-таки сосудистой хирургии, как и название клиники. Ну какие операции самые популярные? Самые популярные операции сейчас – это минифлебоктомии, конечно. То есть это при варикозной болезни удаление вен нижних конечностей. То есть мы это делаем с лучшими сосудистыми хирургами города Рязани. Но это современные операции, да? Это современные операции, это зарекомендовавшие себя операции. То есть это операции, когда есть противопоказания для операции лазером, их очень много, делаются традиционные минифлебоктомии, что мы и делаем. Но они делаются только в условиях стационара, и вот начали делать мы. А вот мы уже с вами поговорили о том, что у вас, в отличие от других клиник, есть собственные операционные. Насколько это упрощает работу? Ну это намного упрощает работу, потому что пациенту, чтобы сделать, допустим, такую операцию в государственном где-то, да, учреждении, он должен прийти сначала на приём к сосудистому хирургу, и потом он должен записаться на УЗИ. Ну все знают, что это, да, в один день редко, когда сделаешь. Потом он должен в определённый день сдать анализы, потом его запишут на операцию, когда это, ну, будет время, да, там уже... Вот. У нас это всё гораздо упрощено. У нас человек приходит на приём, ему параллельно сразу доктор, если видит, что там проблема, назначается УЗИ. Если он пришёл утром, то ему могут сразу сдать анализы, взять анализы. Если он пришёл вечером, то утром он приходит, сдаёт анализы. И, в принципе, операция может сделаться на следующий день. То есть не нужно там месяц или месяц ждать? Нет, нет, нет. То есть если есть показания, и человек готов к операции, то ему можно это сделать практически день в день. Юля, я знаю, что вы планируете дальше развиваться. Гинекология и урология – это ещё два направления работы. Вот как строить работу? Идут ли операции? У нас даже не два направления мы планируем развивать. То есть мы планируем развивать гинекологию оперативную, урологию оперативную, ортопедию оперативную. То есть всё, что мы сможем, проктологию оперативную, то есть всё, что мы сможем делать в условиях амбулаторной, именно офисной такой операционной, все операции мы будем делать. То есть у нас есть такие возможности, у нас есть такое оборудование, У нас есть пациенты, которые нуждаются в такой помощи. И я думаю, что следующим шагом будет продвижение вот именно таких малых операций, мини-инвазивных, во всех областях медицинских услуг. Но это главный стимул, это пациенты, они вас просят, да, чтобы такие услуги появились? Вы знаете, спрос рождает предложение. Вот здесь именно так. То есть начали мы с одного направления, но планировалось в любом случае, конечно, сейчас универсальные операционные, они не привязаны к определенному виду услуг, поэтому покупается новое оборудование постоянно. Соответственно, это новое оборудование может делать и более расширенный спектр различных услуг. Соответственно, всё, что требуется нашим пациентам, мы по максимуму стараемся их удовлетворить. В этом году появится новая операция? Конечно. То есть можно будет уже прийти на консультацию? Да, да. А давайте в конце программы скажем ваш адрес, телефон, как вас найти? Мы находимся в Шереметьевском квартале, это практически за глобусом город Рязань, но называемся мы село Дядьково, второй бульварный проезд, дом 6, нежилое помещение 1. То есть там вывески, нас легко найти. Наш телефон 309-903, легко запомнить. В гостях программы «Городские встречи» была Юлия Стругова, генеральный директор Центра современной медицины имени профессора Швальба. Я с вами прощаюсь и до встречи в эфире.